Голосование стартовало на Камчатке. Всего задействовано 14 территориальных избирательных комиссий и 187 участковых. Из них 179 постоянные и 8 временные. Работу на участках обеспечивают более полутора тысяч членов УИК. Жители полуострова подошли к выборам ответственно, и в 8 утра, когда избирательные участки только открылись, желающих проголосовать было много. В принципе, так всегда было у нас в 8 утра очень много желающих проголосовать. Мы открыты, мы готовы, мы ждем наших избирателей. Безусловно, для нашей жизни мы все живем, мы граждане, мы родители, нам не безразлично наше будущее и будущее наших детей. Поэтому, конечно, выборы нужны, важны. И я так думаю, что мы все активно, граждане, проголосуем и сделаем свой правильный выбор для нашего будущего. Камчатцам предстоит выбрать депутатов федерального и краевого парламента. Кроме того, пройдут 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Все участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты для соблюдения мер эпидбезопасности. Также они оборудованы системами видеонаблюдения или видеофиксации. Объектами видеонаблюдения, мы уже говорили, обязательно должны являться места выдачи избирательных бюллетеней, кабины для тайного голосования, но таким образом, чтобы обеспечивалось тайное голосование избирателей и стационарные ящики для голосования. И особенность этих дней, объектом видеонаблюдения должен являться сейф, в котором будут храниться сейф-пакеты с избирательными бюллетенями избирателей, которые примут участие в голосовании 17 и 18 сентября. Вопросы безопасности, конечно, для нас в главе УЛА, поэтому и сейфы, и видеокамеры, и присутствие на избирательных участках сотрудников Управления Министерства внутренних дел Камчатского края, конечно, все это будет работать на то, что каждый избирательный бюллетень будет под наблюдением, под контролем и в целости, и в сохранности. На 1 июля 2021 года в Камчатском крае зарегистрированы 230 080 избирателей. Из них 129 694 в Петропавловске. Люди приходили в свои избирательные участки с самого утра. Они отмечают, что это важно как для каждого человека, так и для страны в целом. Важен выбор каждого жителя, непосредственно за нами выбор, поэтому нужно выразить мнение. Это наш долг, во-вторых, мы должны поддерживать то наше правительство и нести пользу людям все. Ну, изменения, естественно, законы должны приниматься в пользу и пожилых людей в данном случае, я имею в виду пенсионеров, чтобы была достойная пенсия. Это меня интересует, потому что, как я уже в данном случае пенсионер, ну и нашим детям, это наше будущее. Я еще, по-моему, по возможности ни одного не пропустил, чтобы потом не кричать, что кто-то за меня выбирал, кого-то. Скажите, каких вот лично вам изменений хотелось бы увидеть? Мне, чтобы пенсионеры получали везде надбавки, уезжая из Камчатки. Здесь заработал, приезжаешь на материк и теряешь все надбавки свои. Вот это самая главная часть для меня. Ну и, конечно, всем мира, жизни хорошей. Добавим, голосование в России будет проходить на протяжении трех дней – 17, 18 и 19 сентября.